Приветствую вас. Первый вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается в том, почему вы считаете, что у вас есть комплексы. Комплекс в психологии – это, вообще-то говоря, определенный научный термин, который означает достаточно широкий, большой, объемный, разносторонний спектр человеческих проблем, психических проблем. И говорить о том, что у вас комплексы, ну, вообще-то говоря, делать очень, значит, делать очень серьезное заявление. То есть, условно говоря, вы, когда говорите о том, что у вас комплексы, вы делаете очень серьезное заявление относительно себя и относительно своего психического состояния. Поэтому, в принципе, чем говорить о том, как избавиться в комплексах, давайте сначала попробуем подтвердить или опровергнуть наличие у вас этих самых комплексов. В чем они выявляются, в чем они проявляются, как они дают вам о себе знать. Это очень важный момент. Дальше. Дальше. Теперь следующее. Следующий ваш вопрос качается с того, как понравится парню. Ну, давайте скажем сразу, что понравится парню для поддержания и ведения серьезных отношений, равноправных серьезных отношений. Можно только одним способом, который состоит из ряда задач, из набора задач. Ну, во-первых, нужно понять и определить, что хочет парень. Что ему нужно? Какая девушка ему нужна? Какую девушку человек хочет видеть перед собой? Это первое. Второе. Второе. Значит, второй момент. Определить, можете ли вы дать ему то, что он хочет? Можете ли вы предоставить ему то, что ему требуется? То, в чем он нуждается. Дальше. Это второй вопрос. И третий вопрос. Третий вопрос заключается вот в чем. Значит, эмммм. Можете ли вы без ущерба для себя дать ему то, что хочет человек? Можете ли вы для себя определить отсутствие вреда при предоставлении человеку того, что ему нужно? И вот на том уровне и в той степени, который вам не будет нанесен вред при предоставлении человеку того, что он хочет, вам нужно себя менять. Только если нет вреда и только если вы хотели бы этого сам. То есть, если вы не действуете как-то вот, выпрести своим принципам, своим там, ценностям, убеждениям и так далее. Этого педагогически делать нельзя. Вот именно так. И можно понравиться. На этом, я думаю, можно закончить. Я надеюсь, что помог вам. Что касается комплексов, то я все же рекомендую вам более подробно описать этот феномен. То есть, что вы сами вкладываете в понятный комплекс, что для вас обстоятельства комплексов. И тогда уже специалист может определить, действительно ли у вас они есть. И в зависимости от их природы, от их конкретной формы, я думаю, можно будет подобрать средства и виды деятельности по их снижению, избавлению и освобождению от них. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.